Добрый день! Эфир нашего телеканала продолжает выпуск новостей. В студии Егор Матаев. В начале выпуска расскажу о главном. Алтайский шинокомбинат пережил масштабную модернизацию, как изменилась одно из крупнейших предприятий отрасли в России. Кровлю дома, пострадавшего от крупного пожара в Барнауле, начали восстанавливать. О ходе рекордструкции в выпуске. Сезон арбузов можно считать открытым. Как выбрать самый вкусный? Подскажем через несколько минут. Сегодня губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил одно из самых крупных предприятий шинной отрасли России. Алтайский шинокомбинат. Модернизацию производства здесь вложили более миллиарда рублей. Подробнее расскажет мой коллега Глеб Полянский. Он с нами на связи. Глеб, здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте, коллеги. Группа компаний Алтайского шинного комбината является крупнейшим предприятием шинной отрасли России. В общей сложности заводы, входящие в группу компаний, производят 140 наименований шин для авиационной промышленности, сельскохозяйственной техники, внедорожников и других видов транспорта. В 2017 году на заводе началась модернизация. На эти цели было направлено более миллиарда двухсот миллионов рублей. Сегодня губернатору показали новые производственные мощности. В прошлом году в производство запустили 39 новых наименований шин. Продукция предприятия поставляется в Армению, Монголию, Болгарию и десятки других стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время на заводе продолжается модернизация. Подробнее об этом расскажем в наших ближайших выпусках новостей. Коллеги. Глеб, спасибо. А я продолжу выпуск. 89-ю годовщину образования воздушно-десантных войск России празднуют сегодня в стране. В Барнауле с раннего утра проходят торжественные мероприятия. Стартовал праздник на площади ветеранов. Жители и гости города увидели показательные выступления отряда специального назначения военной разведки и спортсменов-парашютистов Алтайского отделения ДОСАФ России. В память о погибших дали залп из оружия почетного караула. Посетил митинг и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Действительно, вот уже 90 лет в следующем году будет с того дня, как десантники верой и правдой стружат своей Родине, стружат своему народу. За годы нашей истории, славных подвигов, совершенно немало. И годы Великой артистической войны, и современной истории. Мы помним, чтим, уважаем, учимся у тех, кто до конца исполнил свой долг. После завершения официальной части состоялось шествие участников митинга до мемориала славы на площади Победы. Колонна, двигаясь от площади ветеранов по проспекту Ленина, далее по улице Молодежной и проспекту Социалистическому. Завершится день ВДВ в городе на пляже Водный мир. Во второй половине дня там начнется развлекательная концертно-спортивная программа. Губернатор Виктор Томенко подписал указ о создании Координационного совета по науке и высшему образованию. Его основная задача – взять на себя роль координатора научной и образовательной деятельности в Алтайском крае. Стать площадкой для диалога между представителями исполнительной и законодательной власти, образовательных организаций, высшего образования и научных организаций. Планируется, что работа совета поспособствует инициативе по включению Алтайского края в список регионов, на территории которых будет создан научно-образовательный центр в сфере агропромышленного комплекса. Напомню, задачу создать 15 таких центров мирового уровня до 2024 года поставил президент Владимир Путин. Кровлю дома по адресу Северо-Власихинский проезд 60 начали восстанавливать после крупного пожара. Ее сделали огнеупорной. О ходе реконструкции расскажет Анна Муратова. Куча сгоревших брусьев, смятое железо. Последствия страшного пожара в доме на Северо-Власихинском проезде 60 бросаются в глаза до сих пор. 10 июля там горела крыша. Площадь 2000 квадратных метров. Чердак выгорел полностью. В прямом смысле без крыши над головой оказались десятки квартир. В индустриальном районе ввели режим ЧС. Через пять дней после пожара подрядные организации начали разбирать завалы. Мы до сих пор шлак разгребаем, вентканалы очищаем, подбираемся к тем точкам, где у людей запитана канализация, кухня, чтобы вытяжка была. На данный момент более половины квартир вентиляция засыпана шлаком, горельником и прочими остатками после пожара. На крышу завезли строительный материал – балки, кирпичи, бетонные плиты. Сейчас идет монтаж стропильной системы над седьмым и восьмым этажом. Крышу решили сделать огнеупорной. Эти деревянные бруски розового цвета, их обрабатывают огнезащитной смесью. Такое дерево позволяет не гореть. Весь ремонт кровли обойдется в 11 миллионов рублей, пока подрядная организация делает работы за свой счет. Но уже по окончании строительства городская администрация оплатит все расходы. Жители уверены, если бы администрация Барнаула не выделила бы средства, ТСЖ дома не смогло бы оплатить ремонт за свой счет. Город в этом плане поступил, сделал жест, который показывает именно социальность нашего государства. То есть, когда государство, власть не оставляет людей, у нас много 120 квартир, вот в такой беде. Потому что на каждую квартиру ремонт крыши обошелся где-то в районе 100 тысяч. За полмесяца помощь жителям дома оказали все неравнодушные. Подарили пленку площадью 2000 квадратных метров, чтобы во время ремонта кровли жителей не затопил дождь. Депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев выделил средства на восстановление подъездов, которые пострадали от затопления. На зов о помощи во время пожара оперативно отреагировали все службы. Жители признаются, помощь видна. Полностью восстановить крышу планируют до 1 октября. Анна Муратова, Роман Хайрулин, новости. Билеты старого образца до сих пор выдают в общественном транспорте Барнаула. Хотя на электронную систему проезда город перешел больше двух лет назад. О нарушениях стало известно после проверки одного из маршрутов. Ее провели партийцы «Единая Россия» в рамках проекта «Пассажир в приоритете». Они заходили в автобусы, расплачивались и смотрели, какие билеты выдают пассажирам. Выяснилось, что в одном из автобусов 55 маршрута до сих пор выдают билеты старого образца. Как пояснила депутат Госдумы Наталья Кувшинова, результат проверки партийцы передадут в мэрию города. Это поможет разобраться с недобросовестным перевозчиком. Это будут штрафы. По сути, такая ответственность должна была быть введена с 1 июля этого года. Но по обращению многочисленных пассажироперевозчиков, которые просто действительно аргументированно показывали, что они не смогут в такие короткие строки перейти и установить эти онлайн-кассы на всех пассажирских маршрутах, Государственная Дума приняла решение на год перенести, скажем так, эту норму закона. В Алтайском крае приступили к уборке раннего картофеля и овощных культур – капусты, свеклы и моркови. Агравии пяти районов – Зонального, Кытмановского, Угловского, Павловского и Первомайского – копают картофель ранних сортов созревания. По данным на 1 августа, урожай убрали с площади 28 гектаров. Получено 266 тонн картофеля. Тем не менее, основной период уборочной кампании придется на конец августа – сентябрь. Аграриям предстоит выкопать картофель еще почти с 5000 гектаров. Кроме того, в регионе ведут уборку ранних овощей – капусты, столовой свеклы и моркови. Эти культуры убрали почти с 18 гектаров. Получено 469 тонн продукции. Всего в этом году овощные культуры в Алтайском крае занимают 1378 гектаров. Сезон арбузов можно считать открытым. Сегодня на рынке ягоду продают по 10-15 рублей за килограмм. Основные поставщики – Казахстан, Туркмения и Узбекистан. Как выбрать правильный арбуз? Полосы спелого максимально контрастные. А корка твердая и блестящая. Желтое пятно на боку – показатель качества. Если такого нет, то значит он дозревал не на бахче. В таких арбузах меньше полезных веществ. Но и слишком большое пятно говорит о неважном вкусе. Это значит, что ягоде не досталось солнца и тепла. А вот сухой хвостик можно не искать. Продавцы уверяют, что это миф. На рынке арбуз могут дать попробовать. Поэтому обратите внимание на цвет. Спелый будет насыщенно красного цвета. А вот фиолетовый оттенок укажет на нитраты. Арбуз выбираем только по звуку. Если звук слишком звонкий, значит он будет зелененький. Если слишком глухой, значит он будет переспешен. Звук должен быть средний. Давайте попробуем. Это хороший звук. Замечательный. Симфония арбузная. Да, да, да. Так, что еще? Какой еще критерий? Ну, хвостик тут ни при чем. Хвостик может быть зеленый, а арбуз внутри спелый. Мы прогулялись на рынках краевой столицы и узнали цены на полосатую ягоду. И вот результат. Чаще всего арбузы привозят из Казахстана. Там сейчас самый сезон. Продавцы на рынке берут 14 рублей за килограмм. А вот самыми дорогими оказались ташкентские. Они же и самые популярные среди покупателей. Поэтому цены на арбузы из Узбекистана на рынке 20-25 рублей за килограмм. Еще одна страна поставщик Туркмения. Средняя цена 15-18 рублей. Подробнее расскажем в вечерних выпусках новостей, а также обсудим в программе интервью дня. Гость студии, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Республики Алтай Анатолий Самсонов. Смотрите в 17.15. И к другим темам. За окном плюс 30. Так и тянет на пляж. Но народные приметы говорят, после 2 августа купаться нельзя. Почему? Существует несколько версий. По одной, после Ильина дня нельзя заходить в воду, потому что это вредно для здоровья, поскольку с этого времени вода водоемов начинает цвести, что может не лучшим образом отразиться на здоровье. К тому же немногим будет приятно плавать в воде, покрытой тиной и имеющей неприятный запах. После другой версии, вода в августе в водоемах слишком холодная для купания, можно простудиться. Также существует версия, согласно которой в это время в старину начинался сбор урожая. И тратить это драгоценное время на купание считали неприемлемым. Магнитная буря накроет Алтайский край в ближайшие дни. Мощность волн составит 4 балла из 10. Пик бури придется на 5-6 августа. Обычно ее воздействию подвержены люди, страдающие метеозависимостью. Медики советуют в эти дни быть особенно внимательны гипертоникам. Остальным же просто не стоит перенапрягать свой организм физическими нагрузками. И пить чуть больше воды. На этом у меня все. Эфир телеканала продолжат мои коллеги. А я с вами прощаюсь. Желаю хорошей пятницы и продуктивных выходных. До встречи.